В прошлый раз мы с вами говорили о некоторых вещах, связанных с религией и с пониманием этих вещей. Мне бы хотелось сейчас только чуть-чуть дополнить и сказать, что не каждая вера есть религия. И это важно сказать, поскольку мы с вами приступим сейчас к некоторым темам, которые будут иллюстрацией этой мысли. В частности, вы знаете, существует целый ряд различных систем мыслей, которые связаны с теми или иными элементами религии. Но, тем не менее, в них может отсутствовать то самое главное, что делает религию религией. Как раз вот перед вами мы об этом говорили. И это очень важно понимать. Сейчас в наше время особенно стало много различных направлений характера, я бы сказал, мистических различных направлений, оккультных систем. Систем, связанных с элементами самыми разнородными. Особенно много появляется систем, связанных с индуистскими различными направлениями, куда вкрапливаются и элементы христианства. Кстати, такие вот смешанные образования обычно называем сектами, поскольку там нет, так сказать, единовыраженного, например, христианского направления или какого-либо другого. Так вот, в связи с этим хочется сказать, что хотя элементы признавания чего-то высшего, признавания различных мистических элементов, фактов и явлений могут быть, тем не менее, это не религия, поскольку под религией мы разумеем только то, что имеет в себе, во-первых, вот те названные основные истины, о которых мы говорили в прошлый раз, по-моему, я не помню, по-моему, говорили, да. Так вот, но главное, главное, что отсутствует, может отсутствовать и делает это явление нерелигиозным, это отсутствие необходимости и понимания непосредственной личной связи человека, человека с Богом. Под личной связью, учтите, подразумевается не то, что мы Бога представим себе в каком-то, знаете ли, человекоподобном виде. Нет, речь вот не об этом. Вы знаете, что часто связь между людьми носит характер совсем иной, когда люди, например, чувствуют друг друга. Вы это можете встретить, ну, сколько угодно. Именно чувствуют друг друга, что называется, на расстоянии. Могут иногда, иногда даже очень сильно иметь эти переживания взаимочувствия. Вот так. Так и здесь то же самое. Религия только тогда возможна, и только тогда она является как таковой, когда есть непосредственное ощущение именно Бога. Не какой-то силы безличной, а именно Бога как такового. Прекрасно понимаю, что вот эта вот фраза, которую я сказал, она очень неопределённа. Но более определённо я не могу выразить. Потому что даже когда мы касаемся самого христианства, то и здесь мы говорим не просто о личном Боге, а вы это уже и знаете, и будете изучать, и проходить, мы говорим о совершенно невероятном понимании Бога, которого не было в дохристианской истории совсем, мы говорим о триипостасном Боге. То есть, как часто это выражается на русском языке, мы верим, что трёхличностном, если хотите, христианство, то есть, предлагает совершенно нечто, что не укладывается в рамки наших обычных представлений о лице и о Боге. Так вот, не всякая вера есть религия. Даже если эта вера сопряжена с признанием каких-то сверхъестественных событий, фактов и явлений, даже возможности воздействия того мира на наш и нашего, если хотите, мира на тот, это ещё не религия. И здесь поэтому нужно понимать следующее, что особенно сейчас, когда множество появилось этих направлений, что не может быть подчас вот на грани, где религия и где не религия, как всегда, вот на самой грани, здесь особенно бывает трудно подчас ответить на вопрос, всё-таки это религия или нет. Но, я думаю, это не столь важно. Зато, если немножко мы отойдём от этой границы, мы всегда можем сказать, что спиритизм – это не религия. Хотя там, пожалуйста, вам вызывают души и разговаривают с ними, как это ими понимается, как им верится, но это не религия. Сатанизм – это не религия, хотя там признание, кажется, и Бога, есть и дьявола, но почему не религия? Потому что вера в то, что соединение здесь происходит духовное не с Богом, а с антиподом, так сказать, его, с дьяволом. Даже не каждая вера есть религия. И это очень важно понимать, особенно в наше время, когда сейчас расплодилось невероятное количество самых разнородных явлений, в которых присутствуют мистические элементы. Вот так. Ну, а сегодня я как раз и хочу для подтверждения этой мысли предложить вам несколько точек... Нет, несколько мировоззренческих систем, которые связаны все с Богом. Связаны каким образом? Связаны с признанием бытия Бога. Но, тем не менее, религиями совсем не являются. Это, кстати, будет хорошей иллюстрацией, чтобы мы понимали, что признание Бога совсем ещё не значит, что религия. Кстати, вот и вопрос. Вопрос. А бесы, как они? Религиозные существа или нет? Да. Да, религиозные, да. И церковь у них есть, и сатаны, правильно. Правда. Только на земле, да? Да. Религия – это связь. И связь кого? Человека с Богом. Причём связь какая? Сознательная. То есть целеустремлённая. Это не только признание Бога, но и желание иметь общение с Ним. Поэтому всюду, где этого нет, это уже не религия. Но эти вещи, они могут нам просто пригодиться для понимания самой религии как таковой и для определения очень многих других вещей. Так вот, несколько иллюстраций, которые сегодня я хочу вам привести. Одна из них – это, кстати, материал подробный. Можете вот здесь, как я вам уже показывал, «Путь разума в поисках истины». Там вы найдёте, правда, краткие выжимки о всех этих явлениях. Ну, а более широко, в общем, литература огромная. Можете посмотреть. Итак, первое из них – это явление или направление, которое возникло в Англии где-то в XVII столетии, как говорят, то есть от 1600. Называется оно «деизм». Такое название оно получило от латинского слова «deus», что значит «бог». то есть самым основанием этой системы является признание Бога. Но вот какое и почему? Вот это интересно. Может быть, прежде всего я хочу сказать о корнях вот этого понимания, этого явления. Наверное, каждый из нас в какой-то степени переживает и потому может понять, когда мы Бога чувствуем или представляем себе как бы где-то такое находящимся. это во-первых. Во-вторых, Бога, который не только находится на расстоянии от нас, но и Он как бы не присутствующий здесь с нами и никоим образом не участвующий в нашей жизни, не действующий. и в человеке даже нет потребности, нет ощущения даже обращения к нему. Вот в отношении этого обращения к нему мы особенно замечательно это чувствуем, когда становимся на молитву и не молимся. Зачем на молитву? Мы не чувствуем никакой потребности, никакой необходимости обращаться к нему. Ну, там кто-то читает там, тра-та-та-та-та-та-та-та, вышла кошка за кота. Ну, пожалуйста, и читай. А я в это время где? А где угодно. Чем занимаюсь? Чем угодно. Правда, мысленно. Это единственное. Мысленно. То есть, никакой потребности не ощущаем, никакой связи, никакой религии у меня нет. Причём это ощущение может быть настолько сильно, что человек вообще живёт без этого ощущения Бога. Даже, ходя в храм, даже присутствие на молитву, но живёт сам по себе. Бог где-то сам по себе, я сам по себе. Вот такое ощущение, в результате чего оно наступает. Ну, совершенно понятно, в результате чего. Если обратиться к христианству, то мы же знаем, что там, где нет молитвы, понуждение себя к молитве, понуждение именно, там, конечно, никакого ощущения Бога быть не может. И никакой связи с Богом, конечно, быть не может. Одно из самых главных условий именно это, где нет молитвы, нет Бога, нет связи с Ним, хотя признание Его существует где? В голове. Вот это состояние, оно может касаться как отдельного человека, так может касаться и, я бы сказал, основной массы тех людей, которые считаются верующими, неважно каких, православных, католиков, протестантов, это уже вопрос совсем другой. Целой массы людей, мне кажется, что это может касаться даже всей Церкви. В данном случае слово церковь я употребляю в экуменическом смысле. На экуменическом языке церковью называется любая христианская община, которая признаёт себя христианской. Любая. Церковь пятидесятническая, церковь баптистская, церковь католическая, церковь православная, церковь старообрядческая, какая угодно. Да, неважно. Вся та, которая признаёт, называет себя христианской, вот, она уже церковь. Это экуменический термин. Это не богословский, потому что с точки небогословия ситуация намного сложнее. Потому что вопрос о том, что есть церковь, а что не является церковью, это один из серьёзных вопросов, который непрерывно, если хотите, обсуждается в частности в экуменическом движении, относительно которого непрекращаемые совершенно дискуссии и разногласия, и разноречия. Но это вопрос другой. Я хочу сказать, что может быть в этом смысле, что вся церковь может оказаться, то есть все присутствующие в этой общине, люди, все могут уже перестать молиться. Можно петь, например, сладкие песни, обращённые, кажется, к Христу и Богу. И в это время не молиться нисколько. А так, услаждаться. Это особенно, вы знаете, поражает это в протестантизме. Они очень любят эти так называемые стихи, у них есть книжечки у всех, молитвословы. Они все поют, допустим, под орган. Так же, как, кстати, в католической церкви. Орган, музыка, и все поют. Так, и очень сладко это всё звучит. Есть ли тут молитвы? И потом, какая молитва? Ведь о чём молитва? Это же очень важно. В данном случае, кажется, мы поём Богу. Но ясно, что Богу-то наши даже молитвы не нужны, тем более наши песни не нужны, естественно. А что, при каком условии есть молитва? Само слово молитва – это моление, это умоление, это же просьба. А при этом что подразумевается, если это моление? Вот зачем? Что-то у меня что-то случилось? У меня чего-то в жизни необходимого нет? Или со мной произошло такое, с чем я не могу справиться, а мне требуется обязательно исцеление? То есть моление всегда, слово молитва всегда сопряжено с чем? С осознанием того, что у меня какой-то неполадок. Если мы обратимся к православию, то оно прямо говорит, что молитва, она прежде всего, главным образом и почти исключительно должна быть направлена на то, чтобы освоить душу свою, освободить от всей той грязи, которой в ней хватает с избытком. Называется это освободение от грехов, от страстей, называется это иначе молитва покаянием, как таковым. И в православии, например, покаяние – это является основным видом молитвы. Почему? Ну, можно объяснить это с двух сторон. Первое. Если пришёл для спасения людей не какой-то пророк, хотя бы великий, не какой-то святой, не какой-то посланник даже Бога, а пришёл сам Бог воплотившийся, то отсюда, по-видимому, мы должны сделать очень серьёзный вывод. Ведь когда мы ищем какую-то медицинскую знаменитость, только тогда, когда понимаем, что никто нам не может помочь в нашей болезни. Но, говорит, вот такой есть! И люди, человек ринулся, ищет, находит его, умоляет его, просит помочь. Так вот и здесь сам тот факт, что воплотился, что пришёл не какой-то пророк, хотя мог бы, кажется, Бог послать пророка, а пришёл сам Бог, Сын воплотившийся, свидетельствует о том, что, оказывается, повреждение наше, болезнь наша, поражение наше настолько велико, что уже никто и ничто не может освободить этого, кроме того, кому самому пришлось прийти к человечеству, то есть Сын Божий. Вот это понимание очень важно, особенно в наше время, впрочем, оно и всегда, но особенно в наше время, когда искажается образ Христа, когда его часто делают, Христа помощником во всех наших вот этих делах, в политике, в экономике, в бизнесе, особенно это, очень важно, и во всех прочих делах. вот на что ориентирует православие человека. Сама мысль говорит об этом, что я тяжело болен, и он пришёл-то для меня. Отсюда и встаёт очень важный вопрос. А какой? Вы знаете, странно, а я этого не вижу, что мне нужно, чтобы сам Христос пришёл. Странно, я не вижу. Более того, если я что-то нагрешил, я могу к священнику подойти на исповедь, и всё в порядке. Ну, правда, исповедь установлена церковью в результате в силу пришествия Христа, но, тем не менее, и до Христа, разве когда Давид Давид каялся, что Бог его разве не прощал? Тогда какой смысл было бы каяться? Конечно, прощал. А моносию разве Бог не прощал? Прямо сказано, простил. Да и сколько угодно. Бог всегда прощает кающегося. А здесь об этом о значении искупительной жертвы Христа вы будете, наверное, слышать, не знаю, хотя это первый курс, да, но это самый важный, может быть, вероучительный вопрос, который требует ясного понимания. В противном случае, как уже сейчас, мы уже видим это много-много многократно. Христа снижают его уровень, его уравнивают уже. Например, на моих глазах было, как один католический епископ, он стал кардиналом, да, как назвал Богородицу соискупительницей. Кажется, идея-то какая? Поднять Богородицу, да? А на самом деле что происходит? Опускание Христа. Оказывается, человек может стать соискупителем. А помните у нас, когда шла эта кампания по канзации Николая II, когда у нас писали, он искупитель! Назвали его искупителем даже, помните? До каких кощунств доходили некоторые такие горящие люди? Да, один искупитель у нас Христос, и не может быть другого, и не будет другого. Это наша твёрдая вера, но, видите, как можно унизить, если хотите, Христа, кажется, возвеличивая кого-то другого. Так вот, я к чему всё это говорю, друзья мои? Там, где нет видения, понимания, по крайней мере, хотя бы рассудочного понимания того, что действительно мы находим в таком состоянии, что пришлось прийти даже Христу, то есть воплотившемуся Сыну Божию, должно, кажется, дать мне понимание, в каком состоянии, значит, духовном я нахожусь. Это очень важное понимание. Да. Но, конечно, есть и другая сторона, когда человек может сам убедиться, в каком состоянии он находится. Путь очень простой для тех, кто хочет. Очень простой, когда я скажу языком, но очень трудный оказывается в жизни. А путь очень простой. Один из святых так и сказал, понуждение себя к тщательному исполнению заповеди, жизни по заповедям, понуждение себя к жизни по заповедям, открывает человеку открывает человеку все его грехи и немощи, изъяны и духовные болезни. Путь только один – это решимость жить по заповедям Евангелия. Другого пути нет. Иначе не откроется. И вот оказывается, тот, кто предпринимает попытку, я бы сказал, лучше сказать, решение жить по заповедям, он довольно скоро начинает убеждаться, насколько действительно он не соответствует образу Божию. И вот отсюда открывается, он начинает ощущать эти болезни духовные. Ну, слушайте, одна зависть только может измучить человека. Говорят, страсти, страсть, то есть страдания. У Данте, помните, так зависть и кипела кровь моя, что если было хорошо другому, ты видел бы, как зеленее я. Слышите, бедный, зеленее от того, что другому хорошо. Все страсти приносят страдания. Это безусловный закон духовной жизни. Так вот, тот человек, который, который, так сказать, увидит в себе это, увидит, начинает видеть эти страсти и грехи, он опять поймёт, что? Не поймёт, а почувствует, даже не почувствует, а начнёт молиться. молиться. Почему об этом приходится говорить? Мне хочется сказать о природе деизма. Что же говорит деистическое мировоззрение? Оно утверждает не больше или меньше как то Бог есть. Раз. Бог творец. Два. Сотворил не только весь мир, но и человека. Если хотите, три. А дальше? Дальше деизм утверждает, но Бог предоставил абсолютную свободу человеку и миру в их существовании. Больше Бог не вмешивается, а не такой термин. Понимаете, термин какой вмешивается? Вы чувствуете? Когда мы что-то делаем, а кто-то вмешивается. То есть, от слова помеха такой даже термин. Поэтому у нас в православии термин совсем другой. Есть промысл Божий. То есть, это действие любви и премудрости Божией по отношению к человеку, соответствующие духовному устроению человека. и поэтому соответственно и помогающие ему. Но опять-таки когда и при каком только условии? Когда есть движение самого человека. Так вот, деизм... Поэтому деизм представляют Бога примерно так, как часовщика. Мастера, который сделал часы, завёл, завёл, и ходите теперь, миленькие, на здоровье сколько хотите. то есть, деизм полностью отрицает дальнейшую какую-либо связь человека с Богом. Более того, утверждает даже так, что Бог не может опять повторяю, вмешиваться, иначе это нарушало бы свободу человека. правда, когда им говорят, ну, простите, у меня телега застряла, а там идут, помоги вытащить. Моя лошадь не может её вытащить. Помоги! Это что такое этот человек, который ко мне придёт? Он вмешивается или что? Ну, кажется, понятно. Для деизма это непонятно. Они считают, что сама возможность какой-то то есть помощи Божьей, то есть воздействия Божьей в делах человеческих это есть в нарушении свободы. В деизме полностью отрицается молитва как таковая. Она исключается из жизни человека. Человек предоставлен сам себе, и он руководствуется единственно чем? Только законом совести. или нравственным законом. Это основное положение деизма. Причём оно совершенно безусловное. Поэтому никаких религий со всеми её догматами, догматами, естественными обрядами, уж тем более, это бессмысленное явление. обрядами. отсюда из деизма, а может быть, это параллельно, и оно вместе всегда может... Ну, по крайней мере, это порождение деизма является агностицизм. Правда, агностицизм – это понятие, которое мы находим и в области светской культуры. Но что такое агностицизм? Это утверждение о том, что мы ничего по существу знать не можем. И, в частности, мы ничего не можем знать о Боге. Поэтому все религиозные вероучительные системы – это просто плод фантазии. И больше ничего. Потому что знать мы ничего не можем. Эти наши домыслы – вот что такое религиозные догматы. Ну, а обряды – это есть не что иное, как культурное просто оформление наших мечтаний и наших домыслов. Вот любопытное неправдное явление. Деизм признаёт Бога. Слышите? Признаёт же, как и мы признаём. Признаёт и Творцов, как и мы признаём. Но считает, что он не прикасается к нашей жизни. Ой, как и мы признаём. По крайней мере, мы только тогда нуждаемся в Боге, когда заболит печёнка или селезёнка. И тогда мы обращаемся. Во всех прочих случаях он не нужен нам. это чужое явление. Молитвы читаются по необходимости, по обычаю. В школе по дисциплине вы вынужден только слушать. На богослужение вынужден идти, дисциплина такая, но Бог мне не нужен. Я не чувствую необходимости в нём. Он совсем мне не нужен. Вот когда экзамены придут, о, извините, я побегу и то не к нему, а к преподобному Сергию лучше. Лучше к преподобному Сергию. Слышите? Деизм, оказывается, вот говорят, он появился в 17-м столетии в Англии. Я не верю. Это заметили его. Как наконец слона-то приметили. Помните, как в басне Крылова слона-то я и не приметил. А тут в 17-м веке приметили наконец. Верно! Никакого Бога в нашей жизни нет и не надо. Мы сами со всем справимся. Мы сами свободны. Вот так. Фактически это продолжение реформатской идеи, которая возникла в 16-м столетии связанной с именем Лютера, Кальвина. Это идёт оттуда. Идёт. Это продолжение. Или хотите, развитие только этой протестантской идеи. Там, правда, утверждалось, что Христос за всех пострадал. За всех пострадал. И за все наши, точнее, грехи пострадал. За все. А не просто только за какие-то отдельные. И поэтому верующему, кто верит во Христа, все грехи прощаются. И прошлые, и настоящие, и будущие. Почему? Потому что ты веришь. И всё в порядке. Но тут всё-таки Бог, всё-таки прощение, какое-то сохранение, так сказать, элементарных религиозных требований. В деизме уже этого ничего нет. Бог не касается. Поэтому ни о каком Боговоплощении речь не может идти, ни о каком Христе нечего и говорить. Человек, ты свободен. Тебе предоставлено жить так, как тебе подсказывает твоя совесть. Вот всё. О, система! А ведь верят, что есть Бог, верят, что есть душа. и даже наверное, но тут у них разница очень большая, да, 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 считают, что это будет какая-то ответственность перед Богом, посмертная ответственность, но если она и будет, то только за что? За нарушение или исполнение нравственного закона. Деизм очень живуч, потому что он коренится в душе человеческой. вот видите, он охватывает гигантское, я бы сказал, количество христиан, которые живём вот так, не чувствуя его, не зная его, хотя и признавая его. а особенно печально, что свидетельствует об этом, что перестали люди молиться. Перестали молиться. Нет, богослужение совершают, конечно, богослужение, конечно, богослужение совершается. Батюшка там говорит, возрасты, хор поёт, иногда так поёт, что содрогается храм даже. да, всё, кажется, идёт, но совершают это богослужение, да? А кто молится? Как-то Василий Блаженного спросили, народу много в храме, там на праздник было? Он ответил, два человека. Храм был полон. Слышите? Богослужение. Почему об этом говорю? Учтите, многие из вас станут священниками, да, и могут совершать тоже по названию богослужение. Но будет ли там служение Богу, это зависит от состояния самого священнослужителя и тех, кто в храме? Будет ли там служение Богу? Будет ли там молитва? Будет ли там покаяние? Или не будет? Или галочку поставить? Богослужение проведено. Вы же сами чувствуете, когда бываете иногда, когда совершают так называемые требы. Требы – это то, что совершается вне храма. Ну, допустим, хотя бы и в храме подчас, но подчас и вне храма. Требы – это вот венчание, погребение, молебны, панихиды, освящение, освящение разных предметов и так далее. Совершение крещения. Вот я помню, на меня неизгладимое впечатление произвёл несколько раз это крещение. Неизгладимое. Какое? Шаман стоит, чего-то читает. Чувствуется бездушно. Люди стоят, кто с ноги на ногу переставляет. Мамаши там успокаивают ребёночка, шум, гам, а дунь-плюнь кислая, кислая физиономия, скептическая. И прямо смотришь, думаешь, интерес, Господи, а есть ли тот, кто молится, ли кто, или нет, здесь? Крёстные ехидно улыбаются. Слышите, во что можно превратить Бога служения? Какому же Богу? Когда вы будете проходить такие темы, как, например, магия, то вы вспомните об этом. Магия чем характеризуется? Тем, что нужно сделать вот то-то, то-то и то-то. И если вы это сделаете, то уже та сила мистическая, мистические силы, оккультные, они никуда деться не могут. К ним нашли ключ, нужно сделать вот то-то и произнести это, и всё. И эти силы никуда не денутся. Человек нашёл способ повелевать ими. Это магия. А, оказывается, можно сползти с совершения таинства до магии, забывая о том, что никакими словами и никакими действиями священными невозможно приказать Духу Святому войти в человека. Где нет веры, нет благоговения, нет молитвы, там Духа Святого быть не может. Извините, Дух Святой нам не подчиняется. Хоть это будет кто угодно. Священник, архиерей, Папа Римский. Духу Святому не прикажешь. Поэтому святые пишут такие страстные слова, такие сильные слова. Если ты имеешь веру и крестишься, пишет преподмарк подвижник, то Дух Святой тут же входит неверным же и по крещении Дух не даётся. Вы священники? Один за другим святые об этом пишут. Указывают на Иуду, который причастился, но с причастием вошёл сатана в него, а не Бог. И вы слышите, перед какой опасностью мы стоим? Вот этой деистической опасностью, когда фактически Бог не нужен. А здесь уже языческая опасность – превратить таинство в магию. Слышите, главное – крестить. А Дух Святой никуда не денешься, голубчик. прилетишь, поймаем тебя в клетку. Главное – причастить. Бегут детей причащать, а сами родители не причащаются. И, причастив ребёнка, тут же его принимают в своё грязное болото. Тут же даже если родители не причащаются, в каком они состоянии? А ребёнок связан с родителями? Причастил, и что, голубчик? Всё. И начинается то же самое. Во что превращается? Потому что взгляд именно такой, языческий. Главное – окрестить, главное – причастить, не понимая, не понимая, что таинство – это не магия, и действие таинства целиком, полностью обусловлено от нашего духовного состояния. У взрослого его лично, у ребёнка от состояния родителей. И представьте себе, когда родитель просит – дайте, дайте, вот, нужно моему ребёнку, дайте вот эту ценность, дают, он берёт и в грязь выбрасывает. Что это будет? Во что это превращается? Вот во что. Сейчас причащают младенца, ему 14-15 лет, где они? В каком храме они находятся? Нет их. В храме дискотеки. Потому что вот как причащали. сами не причащаясь. Очень жалко, что об этом как-то очень мало говорится. Говорится, надо причащать, надо причащать, надо всё, надо крестить и забывают о том, при каком условии только действительно Дух Божий будет действовать исцеляющий на человека. Только при этом условии. Нет, вот слепая вера, надо, надо, надо. И впадаем в язычество. Вы видите, какие идеи связаны с теизмом-то? Тут уже не в Бога вера, когда несутся всё это делать. Если бы мы верили во Христа и Бога, правильно верили, сами бы прежде всего испобедовать и причащались, тогда, пожалуйста, и ребёнок тоже с нами, как единое целое. А тут нет. Да? Ребёнок. А ребёнок, о них Христос сказал, таковых есть Царство Небесное. Что вы ещё хотите? Если у таковых есть Царство Небесное, что вы ещё хотите? Ну, чтобы не болел. А, вот как, понятно. Поздравляем. Нам нужно оказываться не Бог, а Земля. не духовная жизнь, не духовное спасение ребёнка нужно оказываться, а вот это плотское нужно только. Но за это и получают. Я говорю, приходит возраст и никого в храме нет. Ну, хорошо. Это вот то, что связано, друзья мои, с деизмом. Вот другая система, не менее, так сказать, красноречивая, как деизм. Это так называемый пантеизм. Да, пан – это греческое, опять греческие слова. Пан – это всё. Феос или теос по западному произношению. Это Бог. Вот как это перевести получше? Просто так формально это нехорошо звучит, все божие, хотя и выражает довольно точно основную идею идею этого учения. Его именуют как религиозно-философское учение, хотя слово религиозное здесь оно условно, потому что пантеизм имеет очень много разновидностей, я вам скажу, очень много. Например, пантеизм заражён фактически весь индуизм. Индуизм – это язычество. Но там, посмотрите, какой пантеизм. Если возьмёте самую главную систему веданту, то это насквозь пантеистическая идея. Ну, вы, может быть, по истории религии будете это проходить и увидите. Чем характеризуется пантеизм? Ну, вы знаете, я скажу, чем характеризуется, и тут можно было бы, знаете, прям целый веер говорить о том, чем может характеризоваться в разных направлениях. Но если попытаться всё-таки обозначить, ну, может быть, основное, что ли, направление или главное, то речь идёт здесь о чём? Пантеизм фактически отождествляет Бога и мир. Мир – вот это, Вселенную, то есть всё наше, вот это, так сказать, ну, Вселенную, этот мир, космос. Да. Бог и космос – это одно. Космос и есть Бог. Бог и есть космос. Это, если говорить в самом таком, ну, общем виде и пытаться, пытаться, ну, сказать, может быть, о самой сути, что ли, этого направления. пантеизм, если говорить о европейском понимании, понимании пантеизма, то его наиболее ярко, последовательно, логически, очень сильно выразил еврейский философ Спиноза в 17-м столетии. Чем он характеризуется, по крайней мере, в его концепции? Бог, конечно, это не личность. Мы не можем к Богу относиться как к личности. Это неверно. И, если хотите, кажется, здесь логика на стороне пантеизма. И не только логика, но мы можем привести целый ряд самых авторитетных свидетельств. Все они говорят о чём? Бога невозможно выразить, описать никакими человеческими понятиями. Какое бы понятие мы к Богу не приложили, оно будет неполноценным, потому неверным, ограниченным, несовершенным и, следовательно, искаженным. Любое понятие. Любое, какое угодно. Бог – личность? Нет. Нет. А как же? Он выше этого. А что это такое? Не знаю. Не знаю. Бог всемогущий? Нет. Почему? Потому что всемогущество мы как понимаем? Я что хочу, то и творю. А Бог, оказывается, не может сотворить другого Бога. И перестать Богом даже не может. И даже не может спасти человека без воли самого человека. как интересно. А вы по догматике будете, конечно, проходить во всемогуществе Божьем. Видите, спиноз оперирует какими вещами? Никакое определение Бога, никакое определение не может его выразить. Потому что что такое определение? Вдумайтесь, само слово. Определение, то есть положить предел. Определить. Вот, забором огородить. А как же можно огородить того, кто не имеет никаких границ? Да мы их и знать не знаем, и знать не можем. Определить. Разве можно Бога определить? Видите, спиноз не так всё просто, как это может показаться на первый взгляд. Логика очень сильная. Мы здесь касаемся одного из разделов богословия, в котором вы будете знакомиться, конечно, это так называемого апофатического метода описания и катафатического метода описания Бога. Слышите, это иногда очень неправильно называют, что способы познания Бога никакого не познания. Никакого не познания. Глубокая ошибка. Это метод описания Бога. Насчёт познания Бога есть два действительно способа, но совсем другие. Это рациональный, когда я могу поверить, могу понять какие-то истины, допустим, религии или христианства. так рационально. Это рацию. Это познание? Ну, да, некоторые познания, да, некоторые внешние познания. И другой путь познания – это личный опыт. Это личный опыт переживания Бога. Он уже касается каждого отдельного человека. каждый может. Один прожить может и сто лет, и так ничего и не познать. Другой может довольно скоро познать. Всё зависит от ревности человека, от его стремления жить по-христиански. Так вот, а апофатика, апофатические и катафатические методы – это действительно методы описания. Так вот, спиноза и фактически пантеизм, они дахматизировали вот эту апофатику, то есть отрицательный метод описания Бога. Бог не есть. Что бы вы ни назвали, Он не есть. Ни сила, ни разум, ни любовь, ни всемогущество, ни личность. Почему не есть? По очень простой причине. Всё это земные понятия, всё это ограниченные понятия, и мы не можем Богу приписать их. В чём ошибка в данном случае? Ошибка того же спиноза и вообще этого метода как такового. Он верен по сути, умозрительной сути дела, но глубоко не верен по другой стороне. Если мы всё будем отрицать, тогда мы не будем иметь никакого вообще представления о Боге. Никакого! Даже слово Бог и точка. Дальше ничего. Религия невозможна! Религия – это связь с кем? С тем, о котором я могу иметь хотя бы какое-то представление. Какое-то! Пусть минимальное, небольшое, – но всё-таки! Но всё-таки! А если касаться христианского понимания, то, знаете, один германский философ Якубе очень сказал хорошую фразу. Очень интересная фраза. Он говорит так, сказал так. Мы потому антропоморфизируем Бога, что являемся тео, что Бог сотворил нас теоморфизированными, что Он нас теоморфизировал, Он нас теоморфизировал. Вам понятно? Теоморфизировал, то есть богоподобный. Теоморфизировал, то есть богоподобный. В переводе на наш русский язык, скажем, мы потому Бога представляем во многих человеческих чертах, наделяем Его человеческими чертами по той причине, что Он создал нас богоподобными. Мы – образ Божий. И поэтому, когда мы всё-таки хотим говорить о Боге, то мы что делаем? Для выражения нашего понимания. Мы наделяем Его высшими чертами человеческого образа. Какие эти высшие черты? Личность, прежде всего. Безлика – это просто сила. Мы говорим, Он личный. Правду при этом прибавляем. Он триипостасный. То есть, если сам мы указываем, что опять Он личный такой, это, конечно, превышающий наше, конечно, естественное понимание, но это личностное существо, а не безликая сила. Поэтому мы говорим, что Он – высший разум. Мы говорим, что Он – любовь. Это называются уже, эти положительные определения, называются катафатическим методом методом описания. Катафатика. Катафатический. Почему Он необходим? Почему без Него невозможна никакая религия? По очень простой причине, что мы можем вступить в связь с Богом, в виднение с Богом, только уподобляясь Ему. А если мы никак не определяем Бога, как можем уподобляться? Чему уподобляться? Христианство открыло – Бог есть любовь. Ах, вот оно что! Бог есть разум. Ах! Бог есть добро. О чём речь идёт? Бог есть любовь, а не ненависть. Вот это нам уже становится тогда понятно. Добро, а не зло. Красота, а не безобразие. Вы слышите? Вот этот катафатический метод даёт нам верное направление в вопросе богоуподобления. А это очень важный вопрос. Богоуподобление. Теперь мы знаем, в чём состоит богоуподобление. Опять-таки, все сами заповеди евангельские, которые мы находим, они что характеризуют? Здоровые свойства человека. А если попытаться сказать точнее, характеризуют свойства Божие. Когда мы говорим «Бог есть любовь», то мы слышим в Евангелии слова, что Он как солнце, которое светит на добрых и злых. Слышите? Вот, оказывается, кем мы должны быть-то? Он посылает дождь на праведных и неправедных. О, оказывается! Итак, апофатический метод описания Бога, описания Бога, хотя Он так по существу глубоко верен, мы действительно не можем никогда сказать, что Бог вот такой, потому что всё это наше ограничено человеческое понятие, но Он приведёт человека к гибели, если остановиться на нём, потому что человек не будет знать, что такое богоподобие, как я в своей жизни могу уподобляться Ему, в чём я должен, какие это свойства. И когда мы видим описание описание свойств Божьих, выражающиеся в частности и в заповедях евангельских, тогда мы начинаем правильно жить и, скажу вам, правильно понимать. Но как? Понимать не с помощью логических определений и тех понятий, которые существуют в нашем языке. Нет! Нет! А другое совсем. Понимание Бога совсем другое. Есть другое понимание. Какое это понимание? Это переживание Бога в самом себе. Вкусите и видите, якоблах Господь. Слышим мы такие замечательные слова. Вот это понимание! Вопрос простой задан. А что это такое любовь? Не скажете? Вы понимаете? Понимаете? Что это такое любовь? Бессмысленные слова до тех пор, пока мы это не пережили. А вот человек влюбился, ему не надо никаких слов, ничего, он знает, что такое любовь. Он понял. Слышите? Вот так и здесь то же самое. Это образ, это хороший образ. Вкусите и видите, якоблах Господь. Да, переживание по существу, оно совершается в личном опыте. В каком опыте уже? В правильной религиозной жизни. Ну, вы прочтёте там в этой книжке, как кто там говорит об этих вещах. Хочу только сказать, что пантеизм... Ну, я ж не буду всё рассказывать, правда же? Я только комментирую некоторые вещи, даю комментарии, которых в книжке нет. Пантеизм, как идеизм, не является религией, хотя говорит о Боге, хотя знаменитые фразы Спинозы... Вы, конечно, латинский язык всё знаете, поэтому я могу вам сказать Deus, Sive, Natura. Сива – это или, но или в смысле тождество, знака равенства. Бог или Натура, то есть природа. Бог, то есть есть природа, в конце концов. Бог раскрывает себя в природе, и природа свидетельствует нам о Боге. Deus, Sive, Natura. Вот, оказывается, что такое пантеизм? Нет тут религии, ибо нет личности. Ибо нет того, кто выше этой природы. Христианство, например, говорит, что существо Бога – это Дух. Бог есть Дух. Всё тварное, всё сотворённое, всё сотворённое Богом – это не есть Его сущность, слышите? Это есть нечто иное, как только воплощение Его энергии. Вы слышите? Энергии – это Бог, но Бог – это не энергии. Не смешивайте. Бог выше этого. Хотя энергии, да, мы говорим, в стихотворении Пушкина. Да, весь Пушкин здесь. Правда, но это не Пушкин, но стихотворение – это, да? Понимаете разницу? Вот что такое энергия и сущность. Да. И, кстати, я хочу заметить, что поскольку этот космос, этот всё богозданный мир является действительно это воплощение Его божественных энергий, что значит энергия? И сказал Бог – да будет! И стало так. Понятно? И сказал – вот Его слово – энергия. И стало так. Я хочу вам сказать, что теперь вы поймёте, почему идёт такая яростная борьба против природы. Кого? Сатанистов. Яростный. Почему? Богу ничего не сделаешь. Но хоть этот Его мир хотя бы мы исказим, повернём реки вспять и испортим человека. Сейчас вот с помощью генетики сделаем другого совсем человека. Совсем другого сделаем. И сделают. И сделают. Мы сделаем более совершенного человека. Мы запрограммируем его, и он будет способен только к одному – убивать. Представляете? Это же высшее совершенство. Поэтому идёт борьба. Борьба против... Буквально борьба против природы как таковой. Прежде всего, против природы самого человека. Ибо он является в преимущественной сижитей степени образом Божиим. Ничто не названо образом Божиим. Даже ангелы не названы образом Божиим. Хотя по существу всё есть выражение Бога. Всё. Всё сотворённое. однако человек назван – это высшее создание Божие. Здесь высота – причём какая высота? Выше самого ангельского мира. Ибо человечество в лице Христа спасажено одесную Отца. Слышите? Вы прекрасно знаете по истории, что справа от царей сидел кто? Ну, фактически второй царь. Ближайшее лицо, которое фактически было руководителем всего, получая только приказы. Всё осуществляло он, вся власть в его руках. То есть это ближайшее по власти существо. Бог, кто сидел справа от царя. Так вот, слышите, интересное в Писании воссел одесную Отца использован этот образ использован для показаний того, вот кто такой человек по природе. Вот, оказывается, к чему он призван. Какой потрясающей славе, величию и власти. Но власть может доверить только кому? тому, кто исполнен любви. Когда же власть даётся человеку, не имеющим любви и не имеющему естественного смирения, тогда наступает трагедия. Вот так. Это пантеизм. И ещё одно, может быть, самое такое простое, и, может быть, в определённом смысле самое интересное – это теизм. Это тоже, я вам скажу, отцов феос, теос, Бог. Это то же самое такое религиозно-философское понимание Бога, религиозно-философское учение. Но в отличие от этих двух оно имеет совершенно другую характеристику. Дело вот в чём. Что, например, все монотеистические религии монотеистические, то есть признающие единого Бога, моно, все они именуются теистическими. Они относятся к категории теизма. Теизм – это направление просто религиозно-философской мысли. В теизме Бог наделяется чертами, чертами, в общем-то, я вам скажу, ну, религиозными. Ну, всё зависит от того, конечно, теизм, так же, как и все другие направления, имеет много модификаций, естественно. И, например, теизм среди православных народов, он носил представления о Боге вполне православные. Вполне православные. Наделяются теми же чертами. В чём тут особенность, чтобы понять разницу теизма между теизмом и религией? Теизм – это мировоззрение. Это то, что сидит в моей голове. Понятно? То, что я принимаю, в чём я убеждён. где сидит? В голове. А религия акцент делает, если хотите. Самое важное видит – в сердце. Более того, при этом наделяет сердце какими качествами, удивительными качествами наделяет это сердце. Не плумайте сердце только как орган чувств. Нет, нет. Не смешивайте. Есть ум, а есть рассудок. Это разные вещи. Это разные же вещи. Рассудок теперь моделирован. Вон, весь компьютер, пожалуйста, вам. Это, если что иное, как модель нашего человеческого рассудка. Пусть несовершенная, да, но это именно рассудок моделирован. А ум или мудрость – это другое дело. Вы обратите внимание, что Христос говорит в Евангелии. Из сердца исходит помышление. Помните, когда его спросили, как же это не оскверняет человека, то, что входит в него? Он сказал, ибо из сердца исходит помышление и перечисляет там даже греховные различные помышления, которые оскверняют человека. Видите, оказывается, сердце – это особый орган в человеке. Если хотите, сердце – это орган непосредственного познания Бога. Сердце, не ум. Ум, ещё раз повторяю вам, это рассудок, я бы сказал, рассудок. Это чисто такая внешняя познавательная функция у него. Я могу всю эту информацию вместить и всё. И души моей не касаться. А вот сердце наделяется в христианском учении наделяется способности не только чувствовать, не только переживать, но и понимать, оказывается, о способности познавать добро или зло, переживать самого Бога. Даже вот о чём идёт речь. Ибо сердцем переживаются. Как сказал один из наших русских философов, замечательных мыслителей, Гириевский Иван Васильевич, он даже сказал так, умом всё управляется. страстью, то есть сердцем всё живёт. Действительно, религия невозможна в одной голове. Так вот, теизм как система, как система, это голова. И только при условии, когда это теистическое воззрение становится ничем иным, как условием реальной жизни личности, тогда только это теистическое мировоззрение становится религией. Тогда только человек может пережить Бога, вступить в связь с Богом, иметь контакт с Богом. Вот так. Но это более уже, видите, более тонкая такая вещь. Если деизм и пантеизм, там более-менее всё понятно, почему они являются религией, то теизм, теизм, видите, более, так сказать, деликатный здесь момент с теизмом. Кстати, теизмом заражены, заражены, как правило, очень многие люди умственного труда. Причём заражены в отрицательном, я говорю, смысле заражены. То есть, считай, что достаточно того, что я верю, я верю правильно, я верю по-православному, что ещё нужно. И вот это самое главное в религии – это жизнь с Богом, которая совершается только при правильной молитве. Я обращаю ваше внимание, друзья мои, только при правильной молитве, не при вычитывании молитв. Повторяю вам, нельзя загнать Духа Святого в душу вычитыванием. Это магия. Мы постоянно скатываемся на магию. к отцу Серафиму Глинскому пришёл один монарх. Ну, знакомый ему уже всё, и сказал, что я имею непрестанную молитву Иисусову. На это он ему ответил, зная его, прямо ему ответил, нет у тебя никакой молитвы, ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругане. Замечательно! Убийственно! Оказывается, можно дойти даже до того, что иметь даже непрестанную молитву на языке. Я встречал, идёт с чётким Господи, 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 разговаривает Господи, есть непрестанная молитва. Какая молитва? Ты привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругане. Истина Иисусова молитва. Это молитва, совершаемая с покаянием, вниманием. Она только приводит человека к тому состоянию, когда ум соединяется с сердцем. Это происходит по особой милости Божией. Ум соединяется с сердцем. Эта молитва тогда становится благодатной, потому что происходит, если хотите, то, что называется вселением Духа Святого. Тогда эта молитва действительно является благодатной молитвой, то есть действенной, очищающей, и совершающей человека без этого соединения ума с сердцем. Можно привыкнуть постоянно упражнять, знаете, начать сотни и сотни раз. И это застрянет, как иногда застревает, знаете, какой-нибудь мотив в голове, иногда не можешь отвязаться даже от него, как музыка какая-нибудь, или какие-то слова привыкают, и всё. Так и здесь это может стать прям механически, постоянно звучать помимо меня. Вы что думаете, рабочие люди, что они думаете, ругаются, когда у них через каждое слово двух-трёхэтажное? Да ничего, они не ругаются. У них просто слова это так, вылетают и всё. Они привыкли к ним. Оказывается, так можно привыкли к словам молитвы. А другие услышат, ой, он говорит всё время, Господи Иисусе, Господи Иисусе, ой, святой человек! Вот этот старец Серафим Линский сказал, тогда на это ответил ему, нет у тебя никакой молитвы. Ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани, убийственные просто слова. Вот так, друзья мои, так и теизм. Может быть, только в голове привыкнем к православному символу веры, а в душе ничего может и не быть. Но будем стараться, чтобы ум соединился с сердцем. пустот пустота пустот пустот пустот